так продолжение я рассказывал про трубки тепловые 3 трубки 2 по 8 1 6 2 по краям расходятся это неплохо 1 как бы здесь тепло разводит я бы сделал тогда вот сюда дальше чтобы она разводила тепло на в край почему она сюда отведена в этом положении считая на бессмысленная и единственное еще они иногда круто сгибают и получается мне кажется ухудшается теплоотвод когда резко они сжимают либо они сплющивают трубки там в нетбуке у меня был обзор и маленькие радиаторы ставят на постоянно не доделывать системы охлаждения тут радиатор я уже сказал чтобы я в нем доделал здесь сюда обязательно медный и пластину больше и трубку сюда перенести 3 либо 2 просто вторую сюда перенести если денег тратить неохота так на этом все радиатор сейчас посмотрим плату и закончим так плата с вырезами чтобы вентилятор продувал как-то назад это немножко странно как бы крепление вырез такой или может они экономят поймешь их здесь я сказал раз два три 4 5 воспитания один почему-то больше катушка 1 больше 5 но она какая-то вообще к это здесь двумя теме детальками так может быть еще две тут они не распаяны но пластинки прокладки термопроводные приклеены почему-то как будто они не знали что они будут предохранителя 2 это отлично что их поставили здесь еще один предохранитель спися экспресса это тоже отлично что они сделали 2 bios а я понимаю сам bios такой здоровый микросхемка наверное это он здесь питание процессора наверное как я понимаю или точно я не знаю схему питания может быть это питание памяти отсюда идет а а это наверно чип питает и память не знаю точно потом посмотрю где-нибудь в интернет так здесь какие-то не распаянные детальки память как я сказал уже samsung другая сторона здесь прокладка термопроводная хорошо что ее сделали но она уже видите начала подтекать немного трескаться вот выходы 2 hdmi и 2 дисплей порт я считаю 2 hdmi лучше чем например 3 дисплей порта и 1 hdmi да вообще я дисплей порт вообще не использовал hdmi и же звук есть а в дисплей порте ничего нет а по статьям одинаковые этот хороший разъем крепенький наверное можно его уже убирать и не делать в картах просто пихать дисплей порт и так чип ровненький не закрытый я бы все-таки крышечкой закрывал как процессоры потому что можно его все-таки сколоть стоит видеокарты прилично даже такие подержанные выглядит симпатично более-менее ну если кто не знает они сделали не хорошую серию 400 70 480 а потом просто ее назвали 500 70 580 который ничем не отличается против рисин 2 поддерживают может быть 470 это же при синг поддерживать 2 не знаю точно пока монитора нету и что мне еще не нравится видеокартах что питание с двух сторон подается неужели нельзя сделать с одного места если спися экспресса 70 ватт подается то по идее должно ему хватать этому чипу он же не тогда он же до 100 ватт употребляет ну в общем контакты здесь маленькие наверное поэтому и не передать 100 ватт тогда вообще питание не передавали бы на видеокарты а только бы с внешним либо разъемы сделали побольше контакты и тут передавали бы 100 200 ватт а дополнительно уже подключали да вообще зачем дополнительно просто дорожки здоровые сделали бы с питанием и 200 ватт передавали бы через разъем и еще неудобно когда видеокарты снимаешь здесь защелка и к ней не подобраться тут он закрывает корпус корпус видеокарты с другой стороны там немножко он торчит там процессор сбоку я да ну блин не нажать на эту фигню там как палочкой начиная сжать ну как-то продумали бы хоть это тоже миллиардами заворачивает деграданты инженеры так но это все надеюсь конденсаторы хорошие которые на 100 градусов рассчитаны на этом вроде все сказал пока ребята подписывайтесь всем пока был обзор для карты rx 470 сафир нитро плюс по моему а